Здравствуйте! Меня зовут Евгений Медведев. Я решил сейчас линейку видеообзоров снять о том, как подключать какую-то автомагитовую в машину. То есть озвучивать детали установкой. И первое, что мне попалось под руку, это 12041 на автомобиль Kia Sorento R 1 2010-2012 года. Машин бывает по автозвуку две комплектации. Со штатным цифровым усилителем, вход у которого SPDIF. Либо бедная комплектация, ну так, наверное, плохо говорить, люди обидятся. Комплектация без усилителя, где просто автомагнитолог дает звук на динамике. Итак, в комплекте с автомагнитолой RedPower идут две колодки. Вот эта колодка... Жень, поближе давай. Это колодка под бедную комплектацию. Разъем Kia Universal Euro. То есть это часть евро с дополнительными выходами AUX и USB. И переходник под штатную антенну. То есть эта колодка вставляется в автомагнитолу, а сюда вставляется ваша фишечка. Видите, вот звук динамики, да? Серый, белый, зеленый, фиолетовый провода. Это идет четыре канала звука. Соответственно, вы когда ее включаете на машине... Ой, на машине без усилителя нужно использовать вот эту колодку. Усилитель находится под передним пассажирским сидением. И перед покупкой всегда можно заглянуть по сидушку у автомобиля и понять, что вам нужно. Дальше. Все сложнее с автомобилем, у которого усилители есть. Как реализуется система? Снимается звук с аудиоканала. Видите? Он идет в CAN-блок, откуда выходит аналог... уже цифровой сигнал SP-DIF. А вот этот CAN-блок просто занимается управлением. И также, по-моему, кнопки на руле через него подключены, если не ошибаюсь. Да. Таким образом, в комплекте должно быть два CAN-блока. Но на российском рынке идет именно Kia Euro разъем. На корейский рынок он может быть Hyundai. Поэтому всегда уточняйте. На российском рынке то, что продается, должен быть вот такой разъем. Ну, все так же самое. Моя адаптер под антенну. Так, USB кабелек еще должен быть. Здесь его нету. А, два переходника. Это под USB модем и под USB флешку. Далее. Я предполагаю... Возможно, я ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Иногда... Если машина с CAN-блоком, то здесь в настройках автомагнитолы заводских. CAN-тап, видите, да? Рейс-суппорт Корея Сеерис. То есть, если у вас машина без усилителя, вы должны нажать 0, сохранить, перезагрузить аппарат. И у вас тогда будет работать под комплектацию без усилителя. Если у вас машина с усилителем, то ничего трогать здесь не надо. Соответственно, полную таблицу этих всех значений можно посмотреть у нас на сайте. Да, допустим, вот Kia Optima последнюю мы ставили. Машина без усилителя. И клиент все понравилось, классно заиграл, запел. Но проблема была такая. Мы заходим, когда в баланс. Ни фейдер, ни баланс не работал. Я долго не мог понять, почему такое происходило. Ну, на самом деле, потому что у него стояла на комплектацию под усилитель в данных настройках. Вот так заходим в устройстве. Три разика нажимаем и выставляем где-то. Контайп 0. Ну, здесь лучше вам ничего не трогать. Сколько было? 25, да? Да. Сохраняем. Все. Перезагружаем аппарат и аппарат готов к работе. Вот если у вас будут, собственно, какие... А, ну ладно, до конца. Это GPS-антенна, пульт, палка КВС. Аппарат, копалка, инструкция на русском языке. Обратите внимание, наша фирменная должна быть коробка. Два комплекта проводов под комплектацию с усилителем, под комплектацию без усилителя. Оба Kia Euro для российского рынка. Если у кого-то корейский рынок или другой разъем, уточняйте, мы вам поможем собрать и дадим распиновку. Кабет для подключения камеры парковки и так далее. Кстати, этот разъем здесь висит для подключения штатного оригинального микрофона. Опа, я бы и соврал. Все-таки для подключения внешнего выносного микрофона, который идет в комплекте. Наверное, так будет правильно. Все, спасибо за внимание. С вами был я, Медведев Евгений. С вами был я, Медведев Евгений.